Всем большой-большой привет! Сегодня речь пойдет о вот такой палеточке от Makeup Revolution Revolution Pro All That Glistens. Я, честно говоря, когда ее заказывала, не знаю, где были мои глаза, я просто увидела палетку такого же формата, как выходила палетка нюдовая практически. Ну, не то чтобы копия, но что-то очень похожее на палетку от Huda Beauty. И как бы увидела что-то новенькое в этом формате и решила заказать. Но когда она ко мне пришла, честно говоря, я очень сильно разочаровалась в цветовой гамме. То есть схватила, не подумав, а потом все-таки пожалела. Потому что, ну, во-первых, глиттеры, которые здесь находятся, под них найти подложку вот в этой палетке тяжеловато. Может быть, под пару глиттеров и найдешь, и то, как это будет смотреться, неизвестно. Использовать глиттеры как бы отдельно, то есть, ну, использовать какую-то другую палетку теней, а глиттеры брать отсюда, я, скорее всего, буду просто про них забывать. И даже сегодня, когда я думала, какие макияжи сделать с этой палеткой, у меня возникали вопросы. Вот какая-то цветовая гамма здесь немного неоднозначная лично для меня. Сейчас макияж у меня вот в таких нюдовых тонах выполнен. Я его сделала при помощи вот этого оттенка на подвижное веко, вот этого оттенка во внешний уголок и в складку, вот этим верхнюю границу растушевала, и самый светлый добавила во внутренний уголок, но он матовый, то есть он просто немножко выбелил. Все. Больше ничего из теней не добавляла, добавила коричневые стрелки. Ну и, глядя на палетку, думаю, что, наверное, сделаю еще зеленый макияж, но вот глиттер добавлять не буду, потому что, чтобы добавить вот этот зеленый глиттер, нужно его как минимум положить вот на такую темную зеленую подложку. А я хочу использовать вот этот шиммерный, точнее, такой сатиновый, единственный, наверное, сатиновый, потому что все оттенки в этой палетке матовые и глиттерные. И только вот этот такой небольшой сатин. Небольшой сатин. Ну, вы поняли, в общем, что сатин. Так, и еще хочу сделать что-то в более таких бордовых оттенках, но, опять же, не знаю использовать красный глиттер. Наверное, все-таки свочи на глиттер я сделаю, но глиттеры я использовать сегодня не буду, потому что, ну, вот как-то они здесь насыпали их, не подумав. Давайте сделаем свочи. Итак, первый ряд оттенков, но без глиттеров. Глиттеры покажу в конце, потому что они будут плохо стираться потом с руки. Синий, видно, что не очень хорошо пигментированный. Вот это черный, вот это какой-то темно-серый. Кстати, черный, на удивление, здесь хорошая пигментация. А вот синий подкачал, как-то видно, что он будет плешивить, мне кажется. Так, это матовые из второго ряда, это из третьего, но этот не матовый. Ну, тут, я думаю, комментарии вообще не нужны. Вот этот зеленый, мне кажется, даже на камеру вам пигментация видна сильнее, чем я вижу в реальности. Как-то совсем он плохо пигментирован. А вот и шесть глиттеров. Все бы ничего, глиттеры красивые, но... Друзья мои, ну нужно же как-то в палетке подбирать подложку под эти глиттеры. Глиттеры сами по себе существовать не могут. И подложка должна соответствовать, а не так, что на любую подложку. На любой подложке они будут смотреться дико и некрасиво. А здесь как бы, ну, не подо все можно найти. Где здесь подложка под желтый? Да и красный на вот этих будет смотреться, на вот этом сливовом и более таком коричневым бордовым. Он не будет смотреться. Зеленый, ну, с учетом пигментации зеленого, я тоже дико сомневаюсь. Ну, вот эти бежевые, не знаю, если только на коричневую попробовать. Но глиттеры это не пигменты. Они не будут выглядеть бликом на серединке века. Если подобрать тоже очень темную подложку, то они будут выглядеть немножко диковато. Это только при условии, что их нужно будет наносить на все подвижное веко, вообще на все. Но это тоже не всегда красиво смотрится и слишком это ярко и празднично. Это уже не блик и акцент, а вот прям чересчур. Ну, в общем, давайте попробуем пару макияжей сделать вместе и посмотрим. Итак, начну вот с такого какого-то сливового оттенка и нанесу его на складку века. Ну, честно говоря, я ожидала, что у этой палетки будет пигментация получше. Потому что у меня была уже палетка серии Revolution Pro и вот именно в таком же формате и другая палетка была с такими прозрачными крышками. И там вот была пигментация прям вот лучше. Так, самым светлым оттенком матовым, ну, не здесь все матовые, кроме одного, я растушую. Так что вот как-то я в этой палетке прям разочаровалась, где были мои глаза, когда я ее заказывала, не знаю. Теперь возьму оттенок такой более бордовый и его буду наносить на все подвижное веко. Потому что найти здесь вообще какие-то сочетания в этой палетке тяжеловато. Вот как-то не очень мне нравится, как он ложится. Вроде бы неплохо, но если присмотреться, есть какие-то проплешинки. Не нравится мне сейчас еще немножко на слою, но вот что-то как-то не очень. Даже вот на такую подложку красный глиттер, который здесь находится, он будет выглядеть некрасиво. Он будет выглядеть инородно, только если наносить прям на все-все подвижное веко, абсолютно на все. От уголка до уголка, то есть когда все веко будет в глиттере. Но такой вариант тоже, это прям слишком празднично и не всегда красиво. На нижний веко хочу нанести вот такой синий. Посмотрим, какая пигментация здесь у синего. Ну, как я и предполагала, он какой-то не совсем синий. То есть что-то темненькое появляется. Но так, чтобы это было что-то синее, прям его красивый синий-синий, нет. Это больше, если я буду еще наносить, то это будет, скорее всего, синяк. Поэтому нужно будет хорошо растушевать. Еще нанесу сливовый в складку века. Ну, прям вообще мне не нравится. Мне не нравится, как тени ложатся. Как-то тяжеловато они ложатся. Вроде бы и пигментации особой тут нет. Нет, она как бы есть, но не сказать, что какая-то прям дикая и капризная. А вот тени мне вообще не понравилось. Вот если еще коричневые, как-то более или менее там они наносились. Ну, нюд, он и есть нюд. Так как он приближен к цвету кожи, с ним накосячить как бы, ну, гораздо сложнее. А вот с цветными оттенками матовыми, ну, так растушевало вроде ничего получилось. Ну, вот, чего-то мне не хватает прям. Вот что-то не то. Но, знаете, я еще немножко наслоила оттенок на подвижный век, и он стал более таким ярким, менее пришивым. И так вроде бы ничего получилось. Ну, сливовый, который я наносила в складку века, как-то вот он все равно немножко подиспарился. Я добавила на нижний век еще вот такой подводки от NYX Midnight. Такой интересный оттенок. Темно-фиолетовый, и вот он весь мерцает. Накрасила ресницы тушью от Avon. Вот такая она прям объемная-объемная, но я прям совсем чуть-чуть ее нанесла. На губы нанесла помадку Avon Prisma в оттенке Blast Off. Очень она такая сияющая, мерцающая. Ну, и вот такой карандашик. Ну, вот. Так. Что-то, что-то вроде бы получилось. Давайте теперь с вами еще попробуем зелененький макияж. Итак, зеленый макияж. Беру темно-зеленый оттенок и буду наносить его во внешний уголок. Это прям такой оттенок темной зеленки. Вот наносится он туговато. Точнее, растягивается он туговато. Эти оттенки нужно прям все наслаивать. А вот растягивать как-то они не поддаются. Что-то как-то не очень. Этот же оттенок нанесу на нижние века. Ну, буду наслаивать что-нибудь, да получится. Теперь беру сатиновый зеленый. Мне кажется, он немножко дуо-хромный. Но я могу ошибаться. Сейчас посмотрим. Ну, немножко отливает. Чем-то таким более светлым. Как будто публикует. Ну, дуо-хрома нет. Ну, вот, кстати, сатиновый на припудренное веко нанесся нормально. А вот матовые как-то похуже ложатся. Самый светлый, почти белый матовый нанесу во внутренний уголок, чтобы немножко выбелить. Подсвечивать здесь нечем, поэтому придется просто немножечко выбеливать. Темно-зеленый еще нанесу. Попробую смешать. Ну, не знаю. Нет, смешивается, кстати, вроде бы неплохо. Вот верхние границы. Ну, сейчас буду растушевывать. Посмотрим, как они будут растушевываться. Так, вроде бы, так форма. Ну, опять же, мне кажется, вот он наслаивается, наслаивается, хоп. Я начинаю моргать, какие-то проплешинки появляются. Так, простой чистой кистью попробую немного оттушевать границы. Тушуются, кстати, неплохо. Прямо так легко. Ну, вот это все, что я смогла растушевать. То есть, так вроде неплохо, но кое-где все-таки есть то, что мне не нравится. Ну, вот этот макияж мне нравится больше, и он мне нравится за счет именно сатинового оттенка. Если бы здесь был какой-нибудь светло-зеленый, матовый, я думаю, что эффект был бы другой. А тогда здесь немножко, как бы, есть этот отлив, затемнен уголок, и смотрится очень даже гармонично. В общем, мои выводы по этой палетке, то, что ну, мне не очень понравилось, она того не стоит. Здесь сочетание оттенков нехти какое. Да, здесь можно найти что-то вот именно зелененькое сделать, что-то такое более бордовенькое сделать, нюдовое, черное здесь есть, светлое здесь есть. Но как-то вот они всего там по два оттенка. Что-то такое более сложное с переходами, ну, только если сделать какой-то нюдовый макияж с добавлением чего-то цветного. Но, опять же, цветной матовый добавлять как-то будет ну, не очень красиво, не будет того эффекта. А шиммер, такой вот шиммер сатин, он здесь один. Глиттеры тоже не очень подобраны по оттенкам под свои подложки, как бы найти подложку в этой палетке тяжеловато. Поэтому мне конкретно эта палетка своей цветовой гаммой, своими какими-то сочетаниями не очень понравилась и по качеству она мне понравилась не очень. Я вот не помню по качеству предыдущую такую палетку, мне кажется она меня тоже немножко разочаровала по сравнению с палеткой Revolution Pro, которая вот с прозрачными крышками, которая тоже была похожа на Huda Beauty, только вот именно такую вот самую-самую первую палетку. А вот нюдовая я что-то по качеству именно не очень помню, но там помимо матовых были какие-то и шиммеры, а здесь вот в основном матовые и матовые какие-то немножко проигрышные. Так что макияж сделать можно, но придется повозиться. Если вам понравилось это видео, то ставим пальчики вверх, подписываемся на мой канал, подписываемся на мой второй канал, ссылку на который вы увидите в инфобоксе. Я вас всех люблю, всем пока-пока!